так друзья всем привет меня зовут сергей ломака кто меня не знает я не первый день пользуюсь сеточным ботом х7 сегодня у нас будет без воды просто понятно что за инструмент как он работает разберем личный кабинет и конечно партнерку я не буду углубляться какие-то определенные термины это я думаю и не нужно все со временем если какие-то вопросы у вас возникнут напишите более конкретно отвечу сегодня у нас будет быстро просто понятно пробегаемся что из себя представляет сеточный будет х 7 и как с ним работать и что он для нас дает и так я не дизайнер глобальный я не умею красивой картинка рисовать нам самое главное понимание что вообще это за инструмент и так это сеточный бот который работает только на споте никаких ключей никак плеч и всего остального это конкретно сеточный бот основные преимущества первое ваши деньги только под вашим контролем на бирже никуда вы не отдаете деньги все находится на вашем аккаунте поэтому доступность ваших средств всегда 24 на 7 2 средства не находятся в позиции доступные в моменте как для залогов стейкинга других манипуляций если вы конечно понимаете о чем я давайте немножко расскажу смотрите работа сеточного бота она работает по одному принципу покупает по рыночной цене продает лимитным орден конечно кто-то может сказать что серёг зачем нам этот бот если мы можем все сделать непосредственно на бирже конечно можете без каких-либо вопросов можете сами зайти и горит сетки всем этим ну можно сказать заниматься на бирже но я честно ну можно и такси вызывать на сайте можно и по телефону а можно открыть приложение нажать одну кнопку и вот я рассматриваю данный инструмент исключительно как инструмент облегчения работы и приносящий хороший доход то есть по факту я мог бы этим всем заниматься сам на бирже но во первых это время во вторых не каждый человек может также реагировать как алгоритм написанного бота и в третьих этот бот чистый прозрачный понятно что он делает и как он зарабатывает что значит без залогов без залогов это значит вы купили по рыночной цене это ваша крипта вы можете куда хотите отправлять хотите передавать залогом хотите в стейкинг это не позиция в которой вы стоите и должны по тренду где-то вас там по стопам выбит либо что-то еще бот не может лить слить или просесть по вашим доходам он никогда не продает минус это сеточный спотовый бот что это значит если бот купил по цене 50 тысяч за биткоин он никогда не продаст его по 49 по 48 его не может выбить стопом он может только продать по той сеткой которого выставили если вы выставили один процент по 50 тысяч купил по 50 тысяч 500 продаст если же цена не дошла до этого уровня он никогда не продаст и фиксирует прибыль только по закрытию ну по продаже по лимитному ордеру поэтому в минус он никогда не продать он оставляет вас с вашей крипто защита как со стороны h7 так и со стороны биржи во первых есть степень защиты со стороны h7 что вам не накупит там ну не знаю что у вас не продастся ваши позиции что ваши позиции он будет держать пока цена не дойдет так и со стороны биржи это верифицированный ваш аккаунт это настройка api под white лист тех валют с которыми вы работаете то есть по факту не может вот закупить вам ту монету которая вам не нужна то есть защита с двух сторон вот берется комиссию только закрытого профита 20 процентов они раньше что это значит будет продал купил по 50 тысяч продал по 50 500 он зафиксировал прибыль с этой прибыли 20 процентов он забирает себе но он не может забрать с вашего аккаунта биржи поэтому мы предоплатой вносим на аккаунт h7 на кошелек деньги и только закрытой позиции он 20 процентов можно сказать откусывает от этой прибыли если же у вас на балансе не будет денег то он просто останавливать все просто и понятно ваши деньги только под вашим контролем то есть по факту никто не может у вас их забрать маркетинг выплачивается до 90 процентов отката администрация открыта и нежадная я лично знаком с сел максимом он сам из беларуси с минска он открыт у него 12 лет разработки именно коммерческой разработкой кому надо портфолио у нас в группах вся эта информация есть чуть дальше я об этом расскажу а мне нравится его подход в инструментах он не жадный он говорит что мы работаем не на то чтобы зарубить сейчас много денег мы работаем на то чтобы в дальнейшем перспективе уже сделать хороший продукт и лучше зарабатывать по одному доллару с миллиона человек чем по 10 баксов со 100 тысяч все просто и понятно поэтому маркетинг очень жирный это для тех кто любит продвигать идем дальше седьмой пункт использование различных стратегий делает инструмент уникальным и гибким первое ну как это наверное не банально звучало он покупает продает покупает продает он зарабатывает вам на бирже второе это накопление за счет усреднения цены покупки актива это значит что если допустим цена просадку идет с 50 тысяч падает на 40 в течение у вас будет средняя цена покупки 45000 то есть при каждом падении он вам закупает на определенный объем который вы ставите следовательно в любом случае либо в первом варианте либо во втором вы либо зарабатываете либо накапливаете и цена покупки у вас в разы ниже то есть можно использовать разные стратегии кто-то использует стратегию накопление и потом ручками на бирже выставляет и продает удаляя стратегию там типа обманывая h7 ну кто-то по-разному использует инструмент важно то что инструмент может настраивать как угодно для себя пользоваться со временем каждый кто пользуется х7 он это понимает 8 инструмент простой имеет всего три настройки процент покупки на какой процент падения цены он покупает на какой процент роста он продает при этом третья настройка сколько денег на сколько денег вы хотите купить все просто риск один остаться со своей монеты но потому что мы всегда говорим о рисках исследовать на мы должны понимать что это же здесь что значит остаться со своей монеты допустим цена с 50000 рушилась до 20000 он набрал вам по средней цене монету и он ее не продаст пока цена не выскочит выше уровня на котором он должен продавать логично вы остаетесь с монет кто-то скажет ну это же вот ну просадка либо что-то вот честно я наверное аргументирую это следующим образом когда есть какой-то трейдер или трейдерские боты за решение за покупку и продажу принимает за меня другие люди что мне очень не нравится то есть допустим трейдер он должен всегда извлекать прибыль из рынка да а я допустим понимая что рынок развернется кто-то допустим откуда вас знает трейдер да хоть он и профессиональный трейдер да хоть там копи трейдингов валом да на рынке откуда он знает допустим в идеале что это будет я допустим думаю по-другому и я всегда могу свою крипту которую мне под закупил нападение либо остановить допустим покупки я всегда могу с ней сделать что угодно как я и сказал по пункту 2 их могу просто заложить стейкинг либо что-то переждать эту просадку и потом спокойно с ботом выскочить но в профит то есть я сам отвечаю за свои решения бот приносит прибыль когда торгует но я сейчас покажу на примере рынка вот какой у нас инструмент что мы из этого можем сделать какой определенный вывод за первые 10 минут нашего разговора первое это то что бот чистый он работает с исключительно на споте он приносит прибыль за счет просто падение цены и работает он по трем основным принципам купил дешевле продал дороже если же допустим просадка идет на рынке он вам накапливать по средней цене крипту идем дальше с этим думаю разобрались на чем зарабатываем мы схож тем и какие бонусы мы имеем первое личное использование каждый может купить себе лицензию лицензия годовая стоит она 100 долларов на текущий момент и сразу хочу заметить во первых это в текущем формате х7 это еще проходит тестирование я наверное вот сегодня когда сидел дел кофе я на одной мысли себя словил я пришел крипту когда она стоила 180 240 долларов и в какой-то момент времени я говорил своему другу из слонима серёга да ему кстати привет говорил что биткоин будет больше двух тысяч долларов на что он смеялся и говорит серёжа таких дураков как ты балом я думаю каждый из вас захотел бы сейчас купить биткоин по 2000 правда а он стоил тогда 180 240 так вот что я хочу сказать я очень тщательно подхожу к выбору инструментов и самое главное что я хочу наверное донести да я готов брать инструменты которые да они сейчас в тесте да они шлифуются но я вижу потенциал того что может хэш 7 ну сделать в дальнейшем и для меня этот инструмент является как основным приоритетом накопления криптовалюты и конечно получение извлечения из рынка прибыли моя цель это 10 биткоинов 100 эфиров и я думаю что этой цели достигнуть в принципе за год-два ну вполне реально так теперь идем личное использование если вы просто используете данного бота средний доход составляет 5 10 процентов все зависит конечно и от монет который вы будете выбирать мы сегодня не будем разбирать определенные монеты все это вы уже можете и безумно как бы увидеть по нашему чату по стратегиям и уже когда вы используете бота вы со всем этим разберетесь наша задача понять как он работает и вообще какие преимущества дает непосредственно хэш 7 так вот если брать статистическую доходность то где-то она составляет около 10 процентов в месяц то есть она может в месяц допустим на хорошем тренде дать и 17 процентов может допустим при просадке вот простой пример месяц назад цена с 49000 упала до 39 так прошло 21 день многие говорили все просадка мы ничего не заработаем я за прошлый месяц закрыл 12 процентов да у меня 13 позиций по биткоину было в сетке с цены 49 до цены 42 но через 20 дней цена вернулась свои ну как бы по раздоправлении и я просто этот месяц закрываю в 17 процентов уже на текущий момент поэтому что я хочу сказать средняя доходность она может быть как 2 процента в месяц так и 17 процентов но по итогу среднее где-то 120 150 годовых это исключительно личное использование теперь мы берем маркетинговую составляющую и что мы из этого можем выжать первое активация лицензии партнером от 30 до 70 процентов зависимости от статуса давайте друзья я чат посмотрю давайте напишите слышно меня потому что мало ли звук пропала тут на болтаю на полчаса потом скажут что говорил в пустоту поставьте плюсик если хорошо слышно идем дальше я пока воды подъем отлично поехали если же мы продвигаем продукт ну инструмент среди своей аудитории просто рекомендуем друзьям и знакомым активация лицензии среднем от 30 до 70 долларов зависимости от статуса это если человек ваш партнер активировал лицензию там лишь к 30 и дальше дальше уже идет по статусам чем выше статус на последнем 70 долларов то есть по факту 70 процентов откатом платят компания за то что вы продвигаете продукт куда уходит оставшихся 30 уходят на зарплату сотрудников развития уходит на серваке на обслуживание и на прочие прочие дела я считаю что это адекватная сумма за но продукт который обслуживается доход от вознаграждения хэш-7 10-15 процентов отличников 221 по структуре чуть ниже мы опустимся и маркетинг конкретнее более разберем смысл в том что если вы приглашаете просто партнеров они зарабатывают ваш партнер заработал 100 долларов хэш-7 забрала 20 долларов себе с 20 долларов от 10 до 15 процентов получите вы это я все покажу на примере уже разбора самого приложения хэш-7 я думаю вот здесь мы разберем идем дальше ежемесячный торговый оборот именно от дохода команды 10 процентов от дохода хэш-7 при условии при соответствии условий этот пункт я но посоветую запомнить потому что в маркетинге он пригодится там условия вроде бы две ветки по 50 человек должно быть и тогда у вас открывается торговый честно две ветки по 50 это 100 человек я еще до этого не дошел я практик и уже на практике я конкретнее скажу по этому виду доходов но весь нюанс том что если вы находитесь в каком-то статусе ну допустим там это возьмем пример третий статус 100 человек если под вами две ветки по 50 10 процентов от того что забрал хэш-7 по вашей структуре получаете вы лидерский бонус там тоже две ветки по 50 человек по 100 человек по 150 человек разовый бонус платится в месяц от 500 до полторы тысячи то есть там 500 если две ветки по 50 там вроде бы по 150 ну я в не лезу в маркетинг который я еще не достиг есть хорошо достигну покажу сниму еще один зум разберем смысл в том что лидерский бонус это когда у вас растет структура и тогда за счет роста структуры вы можете получить разовые бонусы ежемесячно амбассадорский бонус только на шестом статусе это значит что не важно какая структура если вы достигли шестого статуса а это полторы тысячи человек команде вниз вам 10 процентов от бизнеса хэш-7 не важно ваша структура параллельно еще к это от всех структур 10 процентов от того что заработал хэш-7 получите вы и 6 наверное пункт это партнерская программа от бирж тут в принципе смотря какая биржа если это байби да то там 20 процентов ладится если это бинанс то там даются чеки чеки ваучеры как это называется на то что вы уменьшаете комиссию на спотовом о своем аккаунте если это хобби там завышенные проценты там не 0101 с покупки продажи как на байбите и финанса там по 02 но там и завышенной комиссии ну честно мне не нравится он это как кому бинанс не подходит всем кто из россии потому что кто-то попадает под санкции кто-то не попадает кто-то верификацию давно прошел его не трогают а кому-то говорят забери денежки и выводи иди на другую биржу но самое главное что биржа никогда вам не заблокирует ваши средства и даст возможность вывести либо перевести на другую биржу так вот допустим я на байбите аффилированный партнер у меня при достижении 100 лично приглашенных партнеров будет 40 процентов я могу шаг 5 процентов выставлять откат своим партнерам поэтому на текущий момент у меня 26 те кто регулируется под меня поздравляю потому что как только достигаю сотки вам будет 35 процентов отката по партнерской программе то есть автоматически поставил и все то есть следовательно у вас будет не 01 01 процента комиссии а 0 . отнимаем перестать 0.65 0.0 65 вот поэтому я думаю что это хорошая сделка при дальнейшем работе исключительно допустим со мной если хотите ссылочку все ссылки у нас есть чаты специализированные я об этом чуть-чуть покажу идем дальше я думаю понятно что получает личник и что получает тот кто продвигает личник 5-10 процентов своих сидит на попе ровно зарабатывает если продвигаете для вас открывается еще 6 способов заработка фух третий момент как работает непосредственно бот я расписал три вида вычет ренд медвежий тренд ну и конечно плет бай покупка по рыночной цене цел продажи лимитным ордером и так нам нужно разобраться что такое сетка и что такое позиция сетка это совокупность позиций берем бычий тренд как только ну я думаю всем хорошо видно вроде бы экран сейчас я вот так вот сделаю вот так вот отлично бычий тренд когда идет бычий тренд он делает покупку если у вас один процент выставлен это мы уже разберем когда личный кабинет вы показывает на покупку на один процент больше но продажу ой на покупку на один процент меньше на продажу на 1 процент больше он купил тут же продал снова купил продал купил продал купил продал купил вот так вот он идет по сеткам теперь посмотрим когда он покупает и продает покупает и продает у нас в итоге всего две позиции то есть он купил продал Купил, продал, купил, продал. И так дальше идет. Я думаю, понятно, когда мы выставляем сетку. Теперь, сетка из 4-5 позиций. Это значит, допустим, мы видим, что идет консолидация, как говорят на рынке, там, откат, да. Он последнюю купил, но он не продаст никогда в минус, он будет дожидаться, пока цена поднимется выше. И мы видим, что пошел откат. У него здесь одна позиция, он снова купил при падении. Вторая, третья, четвертая. То есть, уже по факту сетка разгоняется с одной-двух позиций на 4-5 позиций. После чего, снова купил на самом низу, там, пятую позицию, пошел рынок вверх, он начинает продавать. Нижнюю здесь продал, эту здесь, ну и пошел дальше. И только когда выравнивается, уже снова начинаются покупки по сетке. Следовательно, при коррекции, либо бычьем, ой, либо медвежьем тренде, сетка у нас будет увеличиваться. При бычьем тренде сетка будет уменьшаться. Флэт аналогично. Подъем при падении. Раз, раз, раз может накупать, накупать. О, прикольно, лапка даже показывается какая-то. Падение 9-10 позиций. Рост. Все свои позиции он закрывает. Дальше. Падение. Рост. То есть, сетка может быть какая-то на 2 позиции. Потом, при падении тренда, до 10 разгоняться. Ну, там, может быть, 3 позиции. Все зависит от цены. Простой пример. Цена стоит 50 тысяч биткоина. Она просела на 48 тысяч. То есть, 49 500 вторая. Ну, 50 тысяч первая позиция купила. 49 500 вторая. 49 третья. 48 500 четвертая. 48 тысяч пятая. Потом опять откатилась до 49. Две позиции закрыл. При этом, одну из закрытых позиций сразу приобретает снова. То есть, в среднем 4-5 позиций. Если взять я консерватор, биток эфир, да, то сетка в 10-15 позиции выше крыши. Сейчас расскажу, почему. Ну, на медвежьем рынке аналогично. Сетка 5-6 позиций. После этого, если идет небольшая коррекция, он пару позиций закрывает. Потом опять набирает сетку. Теперь немножко расскажу. Наверное, все-таки не дорисовал. Что делать, если такая позиция идет? Раз. И вот здесь проторговка. Допустим. И потом рост. У нас стоит, допустим, 5 позиций. Мы купили здесь. Купили здесь. Купили здесь. Купили здесь. И купили здесь. А вот здесь у нас идет проторговка. Так вот, если у нас стоит 5 позиций. Вот это вот. Это и будет 5 позиций. а вот когда цена упала сюда он бы мог здесь купить здесь продать 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 ну и логично вот здесь он уже распродал бы вот эту сетку так вот вот это и есть недополученная прибыль я даже напишу, делается так, недополученная прибыль, то есть, если у вас сетка стоит, к примеру, из пяти позиций, да, и цена, допустим, набрала ее, она может здесь торговаться, здесь бы вы могли приносить себе прибыль, она все равно вернется к этому значению, да, и все равно закроет их, но все это время, может быть, там, ну, не знаю, может, это будет неделя, на протяжении недели вы не получите ни рубля, потому что бот не продает в минус, и вы будете сидеть со своими пяти позиций, было бы у вас 10, окей, другой вариант, у вас, допустим, депозит 100 долларов, 100 USDT, и вы поставили на каждую позицию по 20 баксов, следовательно, 100 USDT у вас вот здесь уже закупила, а вы, допустим, поставили 20 баксов на позицию и выставили 15 позиций, следовательно, 5 у вас депозита уже нету, а вот здесь у вас депозита не хватает, следовательно, логика, что на 15 позиций там лучше поставили бы вы 10 долларов, и тогда у вас здесь было бы 50, а 50 торговалось бы вот здесь, с этим понятно? По конкретно работе бота. Давайте, плюсик, минусик, как работает, все ясно? Супер, ну, вообще красава, сегодня не день, а сказка, все все понимают, но вопросы я потом все разберу. Итак, думаю, основные позиции до маркетинга мы разобрали, если есть вопросы, давайте я вам сразу же на них отвечу, я чат вытяну, если есть конкретно по вот этой части нашего разговора, так, сделать меньше одного, так, это мы разберем чуть позже, если после открытия бота цена пойдет вверх, и бот не успеет закупиться ниже, надо переоткрывать его. Я думаю, что по вот этому вопросу я рассказал, как работает на тренде. То есть, смотри, разберем вот эту ситуацию прямо сейчас. Мы возьмем, после открытия бота цена пойдет вверх. Простой пример. Вот, допустим, цена идет вот так вот, пошла вверх. Мы тут, допустим, 50к. Вот мы взяли, запустили бота. Он взял сразу, он сразу же покупает позицию. 1%. Цена пошла вверх, он тут же ее вот здесь, 50500 продает. Я не буду, ребят, лезть чуть-чуть в алгоритм. Там есть средняя цена. Он ровно по 50500 не продает. Там есть средняя цена. И вот здесь уже там 50517, к примеру, он снова сделает бай. Здесь был селл, здесь бай. И пошел дальше. Продал, купил. Продал, купил. Я думаю, ну, то есть, закупаться ниже он не будет. Цена же летит вверх. Думаю, с этим ясно. Отлично. Идем дальше. У меня такие красивые картиночки. Картиночка. Теперь немножко разберем структуру партнерской программы. Это самое шоколадное, которое мне нравится. Я, ну, честно, видел много разных маркетингов. Мне нравится одно слово, я его назову потом. Называется, или назову сразу, называется вырубать. Так, секунду. Итак, все это мы, вот все то, что я вам выписал здесь, лицензии, личка, торговые, вот это вот все. Мы это можем увидеть непосредственно, если перейдем в боте. Нажимаем сверху информация. И вот здесь, пожалуйста, каждый статус вам все показывает. Так что квалификация. Если кто-то захотел сохранить себе. Что мы видим? Я написал свою структуру. И самое интересное, что здесь можно вырубать неактивные линии. И это самое главное. Почему именно маркетинг выстроен именно так? Чуть ли не там 86 или под 90% отката. Смотрите. Здесь нахожусь я. Надо мной находится... Здесь нет линий, запомните. Здесь только статусы. То есть, может быть, и тысяча, и две тысячи вниз структура. Все зависит от статусов. Я пометил специально разными цветами. Третьи статусы красные, вторые желтым. И все остальное зелененькие. Это единичка. И также пометил другим цветом двоечки здесь. Чтобы вы понимали, как может здесь двойка быть, а здесь единица. Ну, потому что как-то так. Обычно же должно один, два, три идти. Итак, я нахожусь здесь. У меня есть три основных. Самое главное в партнерской программе, что здесь нету мотивации себе делать личку или большую ширину. Все работает по принципу древовидной структуры вниз. Что это значит? Если вы пригласите себе в личку 100 человек, вы не вырастите по статусам. Потому что для того, чтобы стать на второй статус, нужно 3 лично приглашенных и 20 партнеров. На третий 5 лично приглашенных, 3 из которых второго статуса и 100 партнеров. Четвертый 3 тройки. Пятый 3 четверки. Шестой 3 пятерки. Все понятно, я думаю, логично. Итак, следовательно, когда человек приглашает за личников 5, 8, 12, 20, я бы честно не парился. Потому что можно всегда зарегистрировать брата, друга, жену, любовницу, я не знаю, кого хотите. И это просто личка. Под нее не нужно выстраивать команду. То есть это просто лично. Возьмите просто себе 10 e-mail, откройте и все. Когда вы идете по статусам 2, 3, 4, 5 и ниже, то у вас личка и так будет расти. Итак, берем мою структуру. Я на втором статусе. У меня есть одна двойка и два статуса по единице. Вот моя команда. Надо мной есть тоже двойка, двойка и тройка. Самое интересное, что когда я нахожусь в статусе двойки, я не получаю ничего, ни от лички, ни от торгового вознаграждения. Я когда рассказывал чуть выше и сказал, запомните, пожалуйста, третий пункт. Ежемесячный торговый оборот именно от дохода команды. То есть при выполнении условий. Так вот, самое интересное в чем. Когда человек становится под вами равный вам статусом или статусом высшим, вы с его ветки не получаете ничего. То есть это мотивирует вас становиться на статус высшим. Следовательно, у меня есть, допустим, Александр. Хороший человек, виноградов. Он стал вторым статусом. Я с его структуры, с двоек, вот смотрим, второй статус. Я от вторых процентов, ну, вы видите, да, получаю 2% от единичек. От единичек я получаю, от двойки ничего. При этом от единичек, да, вот мы смотрим, 10 долларов. Так как мы равны с ним статусом, я не получаю ничего. Ни вот этого, ни вот этого. Если бы я был третьим статусом, я бы получал от него вознаграждение в размере от всех единичек 20 баксов за продажу лицензии, от всех двоек. И в частности, допустим, если в личку Саша кого-то поставит, я получу 10 долларов. В этом и самый сок. То есть на текущий момент, вот моя ветка. И надо мной есть третий статус. Как только я становлюсь третьим статусом, трешка с меня не получает ничего, но получает от оборота. Как я и сказал, там условия выполняешь, две ветки по 50 человек, и 10% от этого, от торгового оборота, будет начисляться. Ежемесячно, разово. Все остальные доходы вырубаются. Теперь, что касаемо второго вот этого статуса. Почему он может быть двойкой, даже если над ним единица? Потому что, чтобы стать вторым статусом, нужно иметь 3 лично приглашенных и 20 в команде. Я ей показал, что у него есть 3 лично приглашенных. Ну, наверное, стрелочки не так, но все же. 3 лично приглашенных и вниз структура, допустим, 20 человек. Он станет вторым. Логично. Если у этого человека нету 3 лично приглашенных, хотя и команда вниз, 20 человек есть, он не станет вторым статусом. С этим, я думаю, понятно. Я на второй монитор перебросил чат. Если что-то непонятно, ну, как бы сразу пишите вопросы. Вот. Так вот, самое, наверное, интересное в этой системе то, что сейчас мы выстраиваем, как бы, как это сказать, всего 6 уровней. И все зависит от того, какое место вы будете занимать в этой структуре. В любом случае, сейчас, либо через неделю, либо через месяц, если вы начнете пользоваться H7, да, то вы можете стать, допустим, вот сюда. Вопрос в том, что всех партнеров, как и я, как и мои партнеры, нам не нужно ставить в ширину. Мы ставим в глубину. Следовательно, всегда идет древовидной структурой вниз. И если, допустим, кто-то принимает решение сейчас и начинает двигаться, он получает. Если проявляет активность, он получает партнеров просто так. Потому что нам в любом случае, для того, чтобы расти всей нашей команде, нужны, как это сказать, командные игроки. 100 партнеров, 300 партнеров, 800 партнеров. И если, важный момент, если я никогда не стану на статус выше, пока мои ниже стоящие не станут второго статуса. А они не станут двойкой, пока их ниже стоящие не станут, ну, он не станет тройкой, пока ниже стоящие не станут двойкой. Следовательно, каждый из ниже стоящих толкает человека вверх на статус. И вот в этом самый, наверное, фишка, которая мне нравится непосредственно в хэшсе. Если же какая-то ветка неактивная, либо, допустим, вот простой пример. У человека есть третий статус. И он, допустим, пригласил двойка, двойка, кто-то стал тройкой. Он стал тройкой. Вот эта ветка для него отключена. Тройка. Потому что они равными статусами. А этот человек на двойке, он не стал развиваться. Если я выхожу на тройку, я вырубаю всю ветку вниз. Вот в этом и фишка, что кто-то развивается, ну, как это сказать, мой огород, моя кухня, буду сам по себе. Наша же задача, это команда. И мы сейчас выстраиваем сеть, и те, кто к нам подключаются, они попадают в первые ветки, во вторые ветки и уже дальше. Чем дальше ветка, тем больше она разрастается. А следовательно, чем больше у нас будет игроков, ну, типа, не игроков, а как партнеров, да, чем их больше, тем, как это сказать, ну, возьмем, на 100 человек будет 5 активных партнеров. Где бы вы хотели находиться? В первой полосе, где 5 активных будут толкать вниз. Или находиться в последних, где тут уже 40 сверху, и вряд ли кто-то из них, ну, там, единицы будут толкать свою ветку. При этом, если вы активный партнер, вам по барабану кто стоит наверху. Вы можете сами просто вырубить человека, который стоит выше. Вот простой пример я и трешка сверху. С этим, я думаю, понятно. А, вот, хороший вопрос по поводу шестого. Я сказал, что шестой статус, да, он никого не вырубает. От всех структур, неважно, моя структура, параллельная структура, либо еще 10% от всего дохода, кажется, идет на всех шестых статусов. То есть, если компания заработала 100 тысяч долларов, допустим, 10% это 10 тысяч долларов. Если всего одна шестерка, эти 10 тысяч долларов получат один. Если две шестерки, то эти, ну, логично будет не 100 уже там, а 500 тысяч долларов. Да, из 500 тысяч долларов это будет, ну, возьмем миллион, да, с миллиона это 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов получат уже по 50 тысяч две шестерки. Поэтому шестерки не конкуренты. Но самое важное, вот это вот все сохраняется. То есть по факту тот, кто занимает себе сейчас место, он попадает вот в эту структуру. И логично, когда он идет с нами, для того, чтобы я стал шестым, а я собираюсь доходить, ну, идти на максимальный статус, я, когда становлюсь шестым, логично, три человека, которые сейчас подо мной, они будут пятым. Без них я не стану шестым. А те, кто находятся под ними, станут четвертым. То есть, я думаю, понятно, каждый из тех, кто сейчас работает, помогает ниже стоящим. И я своих партнеров кидаю в эту ветку, кидаю в эту, смотрю, здесь двойка сюда, не нужны уже партнеры. А вот эта ветка не дотягивает, значит, ей нужна помощь. А вот этот партнер, он уже не под себя в личку ставит, а ставит вниз, потому что без этих трех человек он не станет двойкой. Все понятно? Думаю, с этим разобрались. И вот самое интересное теперь, это система долгосрочная, так как, ну, это долгая песня, объясню в простом понимании. Давайте простой пример. Если вам инструмент приносит 100-150% годовых, будете ли вы его продлевать? Конечно. Так вот, если вы находитесь, вот я кого-то, допустим, пригласил, да, либо я, допустим, получил с него 30 баксов за активацию лицензии, через год, находясь на первом статусе, если это мой личный партнер, я с него получу 30 долларов. Все как обычно. Но если я стану на статусе шестым, и представьте, давайте так возьмем, 6 статусов по 3 человека, это 18 человек. На шестом статусе полторы тысячи партнеров. Откинем 100 человек, которые вообще забудут, или может быть, ну, не дай бог, что-то случится со здоровьем. Возьмем из полторы тысячи, тысячи человек будут продлевать лицензию. Представьте, что из этой тысячи, да, это все будут единички. Это не будут двойки и тройки, тут не будет массово троек и двоек статусов. Это на полторы тысячи команды максимум будет человек 50, троек, двоек, четверок, пятерок. Ну, я простой пример, 6 на 3, 18, математика. Так вот, с каждой единички, которая будет находиться вниз, вы получите 40 баксов. Умножайте тысячу на 40, 40 тысяч долларов. Это в год. И каждый день, вот сегодня подключился человек, завтра, если он через год будет продлеваться, 40 баксов, несмотря на каком статусе. На пятом будете статусе, с каждой единичкой 35 баксов. С каждой двойки, допустим, шестом, 30, 20, 10. А до шестого, ну, мне потому что задают обычно такой вопрос. Серега, слушай, ну вот, это же просто они разово оплатили. Знаете, когда человек зарабатывает деньги, автопродление лицензии для него не становится вопросом, ну, как бы, неприоритетным. Оно просто, ну, как подсознательно оно так и будет. Когда мне платят, допустим, хорошие деньги и этот инструмент приносят, оно у меня будет просто на автомате продлеваться. Я думаю, с этим понятно. Идем дальше. Сколько можно получить согласно статусам дохода? На первом статусе ориентировочно выходит 150-200 баксов в месяц. На втором статусе где-то 200-500. На третьем, это статистические данные, ребят, где-то полторы-три тысячи, на четвертом пять-девять тысяч, на пятом свыше пятнашки, на шестом около, ну, свыше 30 тысяч. Это ориентировочные цифры по текущему развитию компании H7. То есть, я думаю, вы должны понимать. Я сейчас покажу просто свой аккаунт и покажу, почему я выбрал не разгон своего депозита, а я покупаю людям, где-то кому-то помогаю с лицензией, где-то кому-то кэшбэки отдаем, где-то кому-то, допустим, у меня есть человек, который говорит, Серега, слушай, ну, нету сейчас денег вообще на лицуху, но у меня есть 50 баксов. Можешь за лицензию закинуть, зарплату тебе отдам. И даже такие вещи я тоже помогаю своим партнерам и друзьям, потому что я прекрасно понимаю, что оставаться на первом-втором статусе даже со своим депозитом мне неинтересно. Потому что, если я на первом статусе, допустим, получаю сейчас, ну, на втором, получаю сейчас 10 долларов от каждой единицы вниз, то я лучше эти деньги отдам. Лучше отдам за регистрацию на бирже человеку, там, ну, какой-то бонус, кэшбэк сделаю. Только для того, и даже людей своих ставлю вниз, как и делает моя команда. Только для того, чтобы расти выше и подниматься уже по доходам. Теперь быстро объясню, что у нас за чат. Давайте. У нас как раз 10 минут на разъяснение и потом вопросы. Смотрите, у нас есть три основных чата. У меня есть это русскоязычный чат, СНГшный. Здесь, что вот именно я имел в виду за поддержка. Смотрите, у нас в самом начале, здесь закрепим, у нас ссылка на регистрацию и тот, кто, допустим, у нас сейчас, кого партнера мы, допустим, качаем, да. Его ссылка, если надо инструкции, нажимаете сюда. Есть инструкции, пожалуйста, все на месте. После регистрации, связаться с наставником, вот это все полностью для тех, кто просто подключается и хочет, ну, тут, кстати, тема закрыта для того, чтобы сообщение не писали. Мы разбили по основным блокам, то есть, это ссылка. Сегодня, допустим, это этому человеку помогаем, завтра можем поставить другого, партнерский код изменится, также наставник тоже изменится. Человек, любой, кто увидел, зашел в нашу группу, посмотрел, ага, с чего начинать? Раз, два, три, четыре, пять. Все понятно? Окей. Все инструкции есть. Пошаговое знакомство, вот, каждый может ознакомиться из SEO с Максимом, скачать приложение. Ссылки, дальше все подробные информации, все ресурсы, маркетинг-план, все то, что я рассказывал. Все чаты устроены одним и тем же образом, то есть, регистрация, чат, в чате мы просто общаемся, результаты, стратегии. Всегда можете зайти, ознакомиться с результатами, стратегиями, кто какую стратегию использует, пожалуйста. Аналогично, чат у нас есть, грузинский, все то же самое, все под рукой. Чат, окей. Есть чат Александра, хэш-7, презентации, все есть, тоже полная информация. Это и называется сопровождение, которое человек заходит и он прямо понимает. Каждый чат разбит у меня по моим лидерам. То есть, это Александр, это непосредственно Таса, это непосредственно Андрей. Здесь он есть администратор, каждый может написать, связаться, то есть, поддержку получить напрямую уже из первых уст. Если что-то с моей стороны надо, я всегда это подготавливаю. С этим разобрать. Ну, у меня есть, конечно, свой личный чат, но мы сейчас разговариваем исключительно за хэш-7. Теперь 10 минут осталось у нас конкретно 82 партнера. По самому инструменту. Я думаю, что каждый из вас уже посмотрел видео. Вот, если кто не видел, регистрация инструкции, вот инструкция хэш-7. Мы сейчас быстро проходимся по данному инструменту, что, какие изменения и вообще, что за что отвечает. Итак, после регистрации в хэш-7 у вас портфель пуст. Портфель это там, где ваши стратегии, где ваши монеты находятся. Итак, для того, чтобы нам начать работу, первое, с чего мы начинаем, это еще. С профиля. У нас есть баланс аккаунта. У нас есть настройки профиля. Сразу с чего начинаем, это с настроек. Нажимаем «Изменить», изменяем юзернейм, изменяем социальный профиль. В ближайшее время можно будет заходить на профили уже участников. Отмена. Отмена. Отлично, вышло. Теперь, дальше идем. После того, как вы сменили свой юзернейм, допустим, связались с вышестоящим, отправили, он посмотрел, попали в их структуру, все замечательно. Второе, что мы делаем, нам нужно купить подписку. Для этого пополнение баланса. Заходим на баланс аккаунта. Здесь у нас есть «Пополнить», нажимаем «Пополнить», копируем адрес кошелька, сюда отправляем. Минимально, я говорю, 105, потому что 100 стоит лицензия, 5 стоит, ну, пока на торговой комиссии, для того, чтобы стартовать. После того, как пополнили, здесь, кстати, показаны все торговые вознаграждения, лицензии, вводы, выводы, в общем, вся детализация по вашему аккаунту. Здесь, вторым моментом после пополнения, идем в подписку. Здесь активируемся, все, оно списывает с баланса 100 и с ДТ, замечательно. Как только активна подписка, вам открывается и партнерская программа, и настройка API для бирж. «Безопасность», здесь вы можете изменить пароль, также, если вам нужно решить какой-то вопрос, нажимаете «Поддержку», вас перебрасывает «Открыть приложение Телеграм», вас перебрасывает в «Поддержку Телеграма». Здесь мы уже, ну, как бы, общаетесь напрямую, не надо, как бы, своего вышестоящего дергать, скажу вам сразу, объясню почему. Если у вас какая-то возникла проблема, то вам нужно решать ее непосредственно со своего аккаунта, потому что только вы можете разъяснить ситуацию технической поддержки. Никто за вас, ну, грубо говоря, хорошо не объяснит ее. Поэтому переходите в «Поддержку», по любому вопросу пишите. Учитывайте сразу две вещи. Первое – это пунктуальное сообщение. Сразу говорю, если вы там «э, слышь, там, туда-сюда», да, то, скорее всего, с вами общаться не захотят. Либо вашу захотят, но вашу задачу поставить не в приоритете. Второе – в 12 ночи, не надо писать, ребята находятся в Минске, да, большинство, и, ну, как бы, в странах СНГ. Следовательно, если вы пишете в 3 часа ночи, да, находясь на Байкале, либо где-то там, ну, в далеком зарубежье, начинаете долбить техподдержку, скорее всего, не ответят. В выходные отвечают реже. В будние дни решение вопроса 5, 10, 15 минут. Написали культурно, аккуратно, добрый день, у меня зависло вот это, добрый день, хотел бы уточнить такой-то и такой-то вопрос. Третий момент. Техподдержки, ну, видите, у нас кнопка «Перевести». Пока внутренних переводов нет. В ближайших обновлениях Макс сказал, что это не приоритетно. Друзья, обязательно внутрянка будет, потому что вывод с кошелька 3 доллара составляет, ну, пополнение, понятно, бесплатно. Тот, кто отправляет деньги, тот и платит комиссию. Внутрянки пока нет. Идем дальше. После пополнения кошелька оплаты подписки, заходим в профиль, нажимаем «Биржа». Здесь самый важный момент. Если вы хотите подключить биржу, я сделал по байбиту видос, он есть в нашем чате. Заходим сюда, заходим в инструкции «Создание API-ключа на байбит». Но если вы не знаете, вот я, допустим, на Binance или на байбите перейду, да, как подключить биржу, вас перебрасывает на гитбук, все полностью по инструкции есть. Если вы хотите подключить Binance, как подключить вся инструкция по привязке Binance, прямо в скриншотиках. Так что, ребята, проблем подключения нет. После подключения API-биржи, все деньги должны храниться на аккаунте биржи. Теперь перейдем к настройкам стратегии. У меня биток эфир есть, я покажу на примере, допустим, какой-нибудь любой монеты. Если кто не знает, поиск в самом верху, просто ползунок вверх. Допустим, давайте Солану тоже возьмем. Создаем. Как создавать стратегии? И что вообще, за что отвечает? Если мы переходим в авто, я, честно говоря, не лезу и, ребят, вам не советую. Потому что в авто там автоматический расчет сразу очень большой суммы. А так как многие работают с небольшими суммами, переходим в PRO. Но, касаемо настройки ценового диапазона и настройки стоп-ордера, пока не трогайте. Все это они в дальнейшем, как бы, ну, можно выставить сейчас, да, но вот это вот, допустим, настройка закрыта. Я, честно, этими настройками не пользуюсь и вам не советую. Как я и говорил в начале, есть три основных параметра. Стоимость позиции, конфигурация сетки и покупка-продажа. Мы выставляем позицию, сколько там, 10 долларов, и находим настройки конфигурации сетки. Нажимаем изменить. И сразу же отвечу на вопрос, можно ли сделать покупку дешевле, какой-то процент и продажу дороже. Все просто. Смотрите, в настройке сети, да, у нас тут множитель. То есть, если у нас на позиции, давайте мы сохраним, закроем. На позиции стоит 10, и мы выставим множитель, множитель 2. У нас будет вот здесь множитель 2. На позицию сразу 20. Оно берет значение от первоначального. Теперь, покупка. Всегда 1%, первая позиция, она у нас залочена. Мы ее изменить не можем. Но мы можем изменять любую другую. При падении цены на 5%, продажа на 5%. Допустим, если вы хотите, вы можете изменять. Это на вопрос, который был, цена пойдет вверх. Не-не-не-не-не. В самом начале. Можно ли сделать шаг больше 1%? Меньше, не знаю. Но давайте попробуем. 0.5. Я сам не пробовал. Нажмем сохранить. Да, можно. Я думаю, с этим понятно. Настраиваем, очистить. Сейчас изменить. Я лично делаю 10 позиций. Я говорил, для чего нужны позиции. Можно. Да, я уже увидел в чате. 10 позиций. Нажимаем сохранить. После чего сетка у нас настроена. Нажимаем кнопку создать. У нас появилась стратегия. Стратегия, монета, как угодно. Всего максимум сейчас, на текущий момент, можно 5 стратегий. После, не знаю, месяца 2 тестов, Максим говорил, будет 10. Все. Дальше мы переходим сюда. Запустить. Он сразу начнет покупать. Так как у меня доступный баланс. 7 долларов остался. Я запускаю, у меня сразу выбьет остановить покупки. Он не закупит. Все просто. Если у вас нет баланса, он просто остановит. Что мы имеем здесь? Мы можем обратно перейти к настройкам. Изменить стоимость позиции, конфигурацию, настройки. Также мы можем остановить вручную. Либо, если у вас нет баланса, он остановит. Можем нажать на паузу. Стратегия не будет работать. При этом мы можем все стратегии регулировать множественным способом. Сверху возле добавить стратегию, добавилась функция множественной настройки. Переходим сюда. Можем все поставить на паузу. Можем, допустим, посмотреть, какие у нас на паузе, какие у нас неактивны. Я думаю, просто. Если вам не нужна стратегия, нажали удалить. Все. Как-то так. На этом у меня общая картина происходящего в течение часа. Я постарался уложиться. Теперь давайте отвечу на ваши вопросы. А где эта моя штука? Остановить совместное использование. Так, так. После сохранения вернуться на 1% стоит. Ну, тут каждый сам решает. Друзья. В общем, я постарался разъяснить сегодня пошагово, что мы имеем за инструмент. Какие преимущества и какие перспективы ждут каждого данным инструментом. И как, в принципе, просто и понятно, ну, допустим, подключиться и сделать себе уже настройку стратегии. Это не сложнее, чем просто пройти регистрацию на любом другом сервисе. Мы проходим регистрацию в хэшсе. Для, конечно, получения кэшбэка по инструкции пишем человеку, чтобы он посмотрел, действительно ли попал до пополнения, попал ли он в структуру. Потому что, ну, как это говорится, сейчас пока это делаем. Пока проверяем. Человек быстренько посмотрел. У него в приглашениях есть. Он дает отмашку. Ребята, все, пожалуйста, короче, пополняйте все. И после активации лицензии кэшбэк сразу прилетает на тот кошелек, который указывает партнер. На этом все вроде бы просто и понятно. Биржу API подключить тоже не составляет особого труда. Инструкции есть. Если более детально хотите, чтобы там разъяснил, как-то показал, да, в любом случае я данное видео, ну, запись выложу, чтобы наши ребята посмотрели. Если какая-то инструкция нужна будет, тоже сделаю. Моя основная задача проста. Я иду в развитие, допустим, и сейчас, если многие видели, смотрели за моим развитием, я вначале шел по развитию депозита. И разгону депозита, и увеличение его. Но я прекрасно понимаю, что я упускаю очень большую возможность получения статуса, да. И даже если я в текущем формате хочу просто идти дальше, ну, не, как говорится, семимильными шагами или как, мне нужно делать что-то для своей команды такое, которое, ну, которое давало бы буст. Я считаю, что кэшбэк и вот эти вот все сейчас получаемые прибыли и плюшки от партнерской программы, да, они не имеют веса, потому что буквально полгода развития качественного, хорошего, да, и, как вы видели, в геометрической прогрессии вырастает доходность. Моя задача, чтобы каждый из тех, кто идет с нами, тот, кто был в моем окружении, был счастлив и зарабатывал хорошие деньги. Если вы действительно хотите вот в этом формате идти дальше, welcome в нашу команду. То есть все ссылки есть в чатах, если что, пишите мне в личку, то есть проблем нету. Как расставляются люди в команде, да, все просто. Мы смотрим на активность, то есть если человек действительно хочет просто, ну, сидеть на своем депозите и зарабатывать, да, но он находится уже в команде, то есть, ну, действительно, то мы не кидаем людей, допустим, под себя, нам это не нужно. Намного проще закинуть под этих пацанов и все, команда в любом случае будет расти. А по мере расширения команды, вторых, третьих, четвертых и пятых статусов, это будет развиваться уже, ну, в, можно сказать, геометрической прогрессии. На этом у меня все, ребят, если есть какие-то вопросы, буквально 5 минут отвечу. Если нету, то тогда уже я, наверное, запись остановлю и уже ее выложу. А тут отвечу на все интересующие.